Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, альфа выгодно. Кто круче Рогова? Всем привет! Я Александр Рогов. Это мое новое шоу «Кто круче Рогова?», где в модной битве я сражаюсь с бросившими мне вызов стилистами со всей страны. Начинающими, опытными, маститами или просто смелыми. И я вам хочу открыть секрет. В ближайших сериях я даже схлестнусь в жестокой фэшн-борьбе с Гошей Карцевым и Марианой Елисеевой, стилистами-мастодонтами, которые вам наверняка известны. Сможет ли кто-то из них победить меня в этой фэшн-схватке и стать круче Рогова? Мы совсем скоро узнаем. Начинаем! На моем счету уже три уверенные победы. Над стилистом-инфлюенсером из Екатеринбурга Таней Тейлор, титулованным стилистом из Москвы Галиной Голубевой и модным микроблогером из Новосибирска Марии Баскаковой. Одна ничья с Арсеном Айропетовым, экс-стилистом Филиппа Киркорова. И одно поражение. Я проиграл фэшн-стилисту из Санкт-Петербурга Катерине Фроловой. Предлагаю узнать, кто сегодня вызывает меня на модный батл. Ты Рената, ты ассистентка Коля Овечкина. Я вообще самопровозглашенная королева мутборда. Господи, Господи. И начать я хочу с победы над Александром Роговым. Да ладно? Но вообще мне уже бесит, что ты такая выпендрежница. Но если великий Александр Рогов не может найти пачку в торговом центре? Ну, я здесь даже не знаю, что сказать. Есть вопросы, Александр. Вот это Рената, она такая задира. Она реально меня провоцирует. Я настолько уверена в себе, что я думаю, что вот здесь я сегодня не окажусь. Ну ладно, мне нравится это задание на самом деле. Я думаю, я справлюсь. Если это Выскочика выиграет, то все. Я ухожу из профессии. Кто победил? Я победил. Кто круче Рогова? Я круче Рогова. Овечкин, не надо обещать женщинам то, что ты не сможешь потом сделать. Я предлагаю встретиться в честном бою. А мы в нем и встретились. Ну ты вообще такая. В конце этого выпуска мы узнаем, сможет ли моя сегодняшняя соперница выиграть призы нашего шоу. 50 тысяч рублей, рекомендацию в моих социальных сетях и возможность утереть мне нос. Давайте же скорее познакомимся с моей конкуренткой поближе. Всем привет. Меня зовут Рината Кравченко. Я родом из Томска, но живу в Москве. Я антиперсональный стилист. И с самого первого дня своей карьеры я работаю на самых топовых съемочных площадках этой страны и имею доступ к телам звезд первого эшелона. Я широко известна в узких кругах как ассистент одного известного стилиста Николая Овечкина. Но я готова закрыть ассистентскую главу своей жизни и начать свою историю. И стать самостоятельной творческой единицей. И начать я хочу с победы над Александром Роговым. Я уверена, что смогу доказать, что я круче Рогова. Я тебя знаю. Ну-ка. Ты Рината, ты ассистентка Коля Овечкина. Ну я надеюсь пока. И только на сегодняшний эфир. Я надеюсь это будет последний момент, когда я буду всплывать в этом амплуа. Реально? Да. Ринат, ну добро пожаловать в шоу «Кто круче Рогова?» Решила со мной пофайтиться, да? Это модный кия. Ну ты готова? Да. Я хочу с тобой поближе познакомиться, хочу наших зрителей с тобой познакомить. Первое испытание, интервью с Александром Роговым. Я готова. Кто круче Рогова? Расскажи, пожалуйста, почему ты вдруг решила, что тебе нужно выбираться из-под крыла Коли? Зачем тебе шоу? Давай поподробнее. Ты знаешь, я уже очень много раз от наших общих с Колей на тот момент клиентов слышала, какая я крутая. Но никогда не хватало смелости сделать первый шаг и начать свою самостоятельную карьеру как творческой единицы. А любому творческому человеку это просто необходимо. Последние пару лет мне Коля уже сам говорит, что ты готова, ты крутая. Понимаете, тебе уже пинка дают. Ты же говоришь, иди, начни, вперед. Но ты знаешь, что для меня большая награда, что я не только от Коли это слышу, что я и от артистов слышу, что уходя они говорят, ты молодец. Молодец. Я стартанула с крутого клипа большого артиста. А когда ты работаешь один, тебе нужно начать с самого нуля. Тебе нужно поработать с начинающими артистами, тебе нужно поработать с новыми продакшенами. И я была уже вот здесь, а вернуться нужно сюда. И это морально очень сложно, но я к этому готова. Хорошо, а если ты сегодня проиграешь, ты вот отсюда вернешься сюда, а отсюда вообще вот сюда. Я настолько уверена в себе, что я думаю, что вот здесь я сегодня не окажусь. Реально? Да. А у тебя достаточно скиллов? Я вообще самопровозглашенная королева мутборда. Поэтому все задания, которые сегодня будут, я уверена, что я с этим исправлюсь. Так, но на мутборда у тебя времени не будет сегодня. Ты знаешь, мне достаточно слышать два слова, чтобы сложить картинку в своей голове и выдать максимум. Но вообще мне уже бесит, что ты такая выпендрежница. Посмотри на мой образ. Я такая вся дерзкая сегодня. Ну, образ как образ. Посмотри на мой. Я такой расслабленный сегодня. Мягкий и уютный. Понимаешь, ты пытаешься кого-то сегодня впечатлить, а я уже вообще не пытаюсь никого впечатлить. Я просто в трениках, я просто в растянутом свитере, в футболке. Мне будет удобно. Это все боевой окрас. Теллара Крофт. Да, я готова сегодня. Ой, но я, конечно, в замешательстве твоей уверенности в себе. Почему тебе этой уверенности не хватает на то, чтобы начать сольную карьеру? Это все равно такой путь. Ты выходишь из-под крыла, там, где тепло и хорошо. Ты покидаешь зону комфорта. Я привыкла быть в тени, я привыкла быть в зоне ответственности другого человека. А когда ты выходишь сам, ты все равно принимаешь ответственность на себя всю в полной мере. А это достаточно страшно. Расскажи, пожалуйста, как ты в целом к стайлингу пришла? Как ты оказалась у Коли? Как ты начала практиковать? С чего вообще путь-то начался? Вообще я мечтала быть моделью. Но модели не взяли, и пришлось найти лазейку, как я могу попасть в этот мир. И я начала с организации модных мероприятий. И моя первая и последняя мода мероприятия, на которую я привезла немалоизвестного Николая Овичкина, закончилась тем, что я переехала в Москву и стала в него работать. Потому что когда мы расставались, и опять же, звоночки были уже тогда, он мне говорит, ты супер, будешь в Москве, звони. Ну и я приехала в Москву, и Коля мне не перезвонил. Здесь я впервые столкнулась. Реально? Да. Овичкин, не надо обещать женщинам то, что ты не сможешь потом сделать. Он реально не взял трубку? Он не взял трубку. Он мало того, что не взял трубку, он мариновался несколько месяцев. И потом, видимо, когда настал острый момент, и нужна была помощь, он мне сам позвонил. Но спустя много-много месяцев. Это говорит о том, что всему свое время? Да, согласна. И, возможно, тебе эти месяцы были нужны, чтобы замариноваться до нужного уровня. Зачем-то это нужно. Реально, зачем-то что-то происходит. Я вообще не сетую на все, что у нас происходит. И каждому этапу, сложному, хорошему, я очень рада. Это был тернистый путь. И вот сейчас я оперилась, готова лететь. Ой, такая выпендрежница. Это Рината, такая выпендрежница. Скажи мне, пожалуйста, есть у тебя какие-то свои коды, свои фишечки, стилистические приемы, которыми ты сегодня планируешь пользоваться? Своего стиля, как мне кажется, у меня нет. Я настоящий коммерческий стилист для съемок. Я обожаю масштабные проекты, я обожаю абстрактные задачи. И вот эта абстрактность, мне кажется, я вот в этом хороша. А с клиентами работаешь? Я антиперсональный стилист. Я тоже. Я обожаю вот это абстрактное мышление. Я обожаю вот когда нужно самому придумать историю, когда нужно выстроить легенду. И с помощью вещей я это делаю. И пока вроде бы хорошо получалось. Окей. Но у меня больше нет вопросов. Ну что? Давай. Давай узнаем, какое задание будем выполнять сегодня. И насколько оно будет абстрактным. Вперед? Да. Пойдем. Ну ты вообще такая. Знакомься. Это модное колесо фортуны. Раскрутив его, мы узнаем, какое задание будем выполнять сегодня. На поиске полного образа, соответствующего выпавшему заданию, у нас с Ренатой один час времени и неограниченный бюджет. Только, пожалуйста, не наглей. Делать покупки мы будем в одном и том же торговом центре. А для того, чтобы наши силы были равны, одевать мы будем близнецов. В сегодняшнем выпуске моделями будут сестры-близняшки Даша и Саша из Москвы. Получившиеся образы завершить мне и тебе помогут лучшие специалисты красоты нашей страны. Артемий Смяков, Глаша Гурьянова. Они выполнят любой наш бьюти-каприз. Решать, кто из нас круче, будут не фэшн-эксперты, а реальные люди-посетители торгового центра. При этом они не будут знать, где чей образ. Ну а теперь переходим к призам. Если побеждаю я, то ты, дорогая Рената, уходишь ни с чем. Ну а если побеждаешь ты, то ты получишь 50 тысяч рублей. Мою рекомендацию тебя как лучшего стилиста в моих социальных сетях это уже немало. Ну и самое главное, возможность утереть мне нос, что, как ты и хотела, станет началом твоей сольной карьеры. Готова? Да. Ренат, есть задание, которое хочешь и которое не хочешь? Мне, как ни странно, очень нравится «Терный лебедь». Так. Вот, мне кажется, черный цвет такой многогранный, фактурный и прям можно поиграть с этим. А ты будешь пытаться процитировать известный фильм или ты в рванину-дранину играть будешь? Ну, мне хочется выиграть, и поэтому мне хочется, чтобы наша уважаемая жюри считала, и я бы поиграла в такой небольшой не косплей, а все-таки узнаваемый образ из известного фильма. Так, окей, хорошо. А задание, которое не хочешь? Розовый фламинго. Правда? Вообще. А я, смотри, хочу розовый фламинго. Нет, вообще розовый фламинго меня вообще никак не вдохновляет. Мне кажется, розовый цвет, он такой разный. И если не угадаешь, образ получит дешевый. Мне интересно. Ну, давай так, я загадываю розовый фламинго, ты загадываешь «Черный лебедь». Крути колесо. Поехали. Господи, господи. Да ладно! Я просто не верю твоему счастью. Это что за прикол? Это магия. Ну что, ты готов проиграть? Ну ладно, мне тоже нравится это задание. Я готов выиграть. По магазинам? Да. Поехали. Увидимся. Удачи тебе, Рената. Ничего не бойся. Да-да, Сашенька. Расслабься. Оторвись. Ну ладно, мне нравится это задание, на самом деле. Я думаю, я справлюсь. Но никакого цитирования известного фильма. Кто круче Рогова? Итак, прямо сейчас я и моя сегодняшняя соперница, самонадеянная Рената Кравченко, ассистент известного звездного стилиста Николая Овечкина, которая мечтает вырваться из-под его крыла, приступаем к шоппингу. Наше сегодняшнее задание звучит так. Черный лебедь. Напомню, чтобы сделать наши луки более эффектными и более детализированными, мы можем воспользоваться своим фэшн-карт-бланшем в виде стилистических чемоданов, в которых мы на съемочную площадку привезли дополнительные аксессуары, сумки и обувь. Но, разумеется, в этих чемоданах нет одежды. Время пошло. Я считаю, что Рената ведьма. Она просто загадала это задание. Черный лебедь ей выпал. Я не скажу, что я расстроен. Мне задание нравится. Единственное, что в отличие от моей конкурентки, я не собираюсь заниматься косплеем, искать сейчас юбку-пачку, делать макияж такой же, как у Натали Портман в одноименном фильме. Я хочу вдарить по моде. Dark fashion. Можно сделать что-то черное. Ванину, дранину, оверсайз, какие-то интересные фишки, детали. Но то, что Рената собирается заняться косплеем, возможно, сыграет ей на руку. Потому что образ будет считываемым. И все прилепятся вот к этому словосочетанию. Черный лебедь, а не к черной fashion. Пойдемте по магазинам уже. Удача уже на моей стороне. Мне выпала тема, которую я очень сильно хотела. У меня уже есть как минимум три идеи, что мне сделать. И я хоть и заявила о том, что я буду косплеить знаменитую героиню, но здесь важно думать, как наши члены жюри. И, возможно, я обману Александра. И сделаю просто модный образ в этой эстетике. Ну, хотя бы я знаю, что я ищу вещи черного цвета. Мне просто нужна одежда черного цвета. И что-то с текстурой, с фактурой, что-то необычное. Итак, три моих мудборда, которые у меня уже всплыли в голове. Первый из них, конечно же, косплей известной героини. Второй. Я, скорее всего, буду играть в мрачный балликор. Это сейчас очень популярная тема. И пока она в тренде, она может зайти нашим жюри. Я не идею сейчас реализую. Я хочу просто смотреть на вещи и вещами вдохновляться. Пока точно не планирую делать балетную стилизацию. Не хочу играть в балет. И также модная эстетика. Просто с отсылками к нашей теме. Мне кажется, нужно найти какое-то симпатичное платье с перышками, добавить немножко кружева. И картинка сложится. Я уже в процессе, поэтому давайте искать. О! Ну, кстати, вот это. Может быть, основы образа для черного лебедя. Такая водолазка в пайетках. Смотрите, как красиво, текстурно. Людям наверняка понравится. Я, кстати, здесь уже посмотрела это платье. Которое, мне кажется, впишется в один из мудбордов. Тот такой элегантный образ в стиле нашей тематики. Кстати, даже немножко балетное платье. Знаете, не платье для выступления на сцене, а платье для тренировок. Надо разогнаться, надо разогреться. Если добавить кружевных колготок, надеть высокий элегантный каблук, сделать макияж в стиле балетной оперы «Черный лебедь», мне кажется, получится очень прикольный образ. Так, уже прошло 10 минут шоппинга. Я, конечно, пока не волнуюсь. У меня еще 50 минут. Но меня теперь уже пугает самоуверенность Ренаты. Ну, какой-то черный лебедь, да? Тоже не черный лебедь. Ну что, пока самопровозглашенная королева модбордов справилась за первые 10 минут. Не знаю, что там у Александра происходит. Мне кажется, он возится со своими перышками. А у меня уже все найдено. Но я на всякий случай проработаю еще несколько вариантов. Мало ли, чтобы он меня не переплюнул. Пошлите. Напоминаю, для равных условий с моей соперницей Ренатой Кравченко мы будем одевать близнецов Сашу и Дашу. Параметры наших моделей. Рост 179 сантиметров. Обхват груди 84 сантиметра. Талии 57. Бедер 89. Размер обуви 39. Ну вот, кстати, красивая вещь. Теоретически подходит под тему dark fashion. Смотрите, у меня в руках шелковая юбка с запахом. Красивая, струящаяся. Тем более модели, девчонки, у нас высокие. На моей модели эта юбка будет смотреться здорово. И к ней можно купить что-нибудь тоже такое расслабленное, мягкое. Так, я, кстати, жаловалась на тему розового фламинго. Но кардиган, кстати, достаточно неплохой. И к моему образу это тоже подходит. Жаль, не черный. Я бы обязательно сделала какой-нибудь образ. Но оставим это другим стилистам. Можно поиграть во что-то такое. Смотрите. Купить болеро с рукавами-буфами. Добавить к болероу такую юбку в стиле 60-х с бантом. Ну, придется, конечно, объяснять всем, что это черный лебедь. Или черным лебедем. Моя модель будет только из-за того, что она в черном. Бархатные перчатки. Это, на самом деле, просто находка сезона. И, девочки, если вы хотите интересно разбавить свой образ, можете смело, даже на самую простую футболку, надевать бархатные перчатки, это будет... Ирина Шейк просто будет плакать в стороне. А вот. Это может быть черный лебедь. Такой, смотрите, комбинезон с бантом. У меня в чемодане есть лаковые черные перчатки. Сюда можно какие-то лаковые туфли купить. Можно сделать черное каре парик. Так, сколько они стоят? Доступно. Я думаю, что и под какой-нибудь из моих образов может подойти. Лучше взять. Чем нельзя взять. Пришло время смотреть референсы. Черный лебедь. Ну, конечно, первое, что находится, это Натали Портман из Черного лебедя. Что там она еще была одета? Нет, ну я не знаю, как Рената собирается косплеить черный лебедь. Это ей нужно найти реально платье-пачку, корону, вуалетку, перья. Ну, макияж такой сложный реализовать можно будет, но все остальное просто нереально. Нет, все остальное просто нереально. Я не знаю, как она это будет делать. Вот так. Пока уверенная в себе, напористая Рената делает покупку за покупкой, я все еще с пустыми руками. И опустился до того, что ищу референсы в интернете. Что я буду делать, какого черного лебедя показывать посетителям ТЦ, пока даже не представляю, но он точно будет черным. Александр! Как дела? У меня все в супе, у меня уже все готово. Десять минут. Реально? Да. Ты пачку нашла? И пачку тоже. Ни один, ни два, ни три образа, их просто миллионы, они все готовы. Ты вешаешь мне лапшу на уши. Ты цитируешь фильм? А, я не скажу. Я же говорила, у меня много идей. Вот у тебя много идей и миллион референсов. Но при этом, на самом деле, нет конкретных вещей. Я уверен, ты с пустыми руками. Вот и посмотрим. Все сбивает меня с толку. Все, не отвлекаемся. Просто делаем свое дело. Мне на самом деле нравятся идеи, которые у меня уже есть. Осталось доработать некоторые из них. Но глобально пока все получается. Мне все нравится. Вот эта Рената, она такая задира. Она реально меня провоцирует. Это что за прикол? Это что за прикол? Платье, конечно, жуткое. Кстати, не важно, что бюджет у нас не ограничено. Это Буа отстегивается. Мне кажется, можно купить все эти платья и отстегнуть от них Буа. И можно с ними что-то придумать. Ну, если великий Александр Рогов не может найти пачку в торговом центре. Ну, я здесь даже не знаю, что сказать. Есть вопросы, Александр? Очень много. О, а здесь вообще такое. Смотрите, есть вот такое платье. Надо уже ускоряться, надо уже покупать вещи. Есть вот такое платье, комбинация с кружевом. Кстати, платье отличное. Рекомендую вам на него обратить внимание. Платье возьму и возьму в большом размере. Хочу, чтобы оно не сидело по фигуре. Вы знаете, да, что я люблю полуприлегающие силуэты. Вот здесь Элечка есть. Так, Элечку берем. Модели у нас высокие. Будет хорошо. Александр, ну я-то знаю как минимум два магазина, где можно найти пачку. И вот он. Великолепный образ, который был в моей голове и в моем мутборде. Он практически идеально вписывается в мою затею. И, Александр, не один вариант я могу предложить вам. А еще несколько. Так, я возьму вот эти ботфорты. Мне нравится, что они лаконичные. Это просто черные высокие сапоги-чулки. Приживаю, что Рената меня может подслушивать или даже подглядывать. Нет ее там? Нету? Возьму ботфорты. Возьму ботфорты. Да. Беру ботфорты. Да, я понимаю, это все просто. Ну я чем-нибудь сейчас придумаю. И знаете, что классно? Здесь у платья кружевная отделка, а у меня есть кружевной зонт. Кто круче Рогова? Кстати, девочки магазины иногда предлагают готовые образы. Чтобы вы могли зайти, купить сразу готовый комплект и, например, пойти в таком на корпоратив. Почему нет? Давайте купим его на всякий случай. У меня все-таки несколько концепций. И, возможно, именно это принесет мне победу. Ладно, это уже похоже на правду. Вот это уже похоже на правду. И хорошо, что все платья с Буа я уже забрал. Надеюсь, на складе их нет. Так. О, мой бог. А оно мне надо? Надо, не надо, не надо, не надо. Ну вы поняли. О, вот еще какое красивое платье. Смотрите, вообще не в тему, просто советик вам дам. Очень баленсиага, между прочим. Мы сейчас в магазине МААК, который я частенько ругаю. И мне кажется, МААК, наконец, воспрял духом. Платье стоит 4 599. Выглядит как супер баленсиага. Вот я представляю это платье, например, ношу. В каком-то большом размере, с грубыми сапогами или с чем-то вообще неподходящим. Еще вам хочу открыть секрет этого шопинга. У меня соскакивают штаны постоянно. Поэтому я их все время подтягиваю. Ну что, Александр, шах и мат. И это вторая юбка-пачка, которую я нашла в одном торговом центре. А вы ни одной. Так грустно. Но эту пачку, если что, я оставлю вам. Потому что в мою концепцию она не вписывается. И я нашла намного лучше. Поэтому пользуйтесь советами. Прошло 25 минут. У меня еще 35 минут на поиске альтернативы какой-то. Это пока просто, чтобы уже что-то было. Пойдемте дальше. Ой, Саш! Вы тот молодой человек, который не может найти пачку в торговом центре? У меня уже три концепции. Нет, подожди. У меня к тебе вопрос. Почему ты меня задираешь? Это я должен был делать. Тебя задирать, провоцировать, над тобой издеваться. Ты надо мной издеваешься уже полчаса. Я просто настолько уверена в себе, что я не упускаю возможность тебя задирать. А ты будешь своим чемоданом пользоваться? Ну, скорее всего, да. Потому что у меня есть некоторые детали, которые мне бы хотелось добавить. Но посмотрим. У тебя кружево, у тебя сетка, у тебя пачка, у тебя балет. Ничего не знаю. Мне кажется, Рената немножко заигралась. Вот в этого провокатора, в такую дерзкую. Вот она дерзкая, а провокатор и где она? Под крылом Овечкина. Сидит, никак оттуда не выпорхнет. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Кто круче Рогова? Ну вот же он. Черный лебедь. А? Total look. Как вам? Ладно, я шучу, не буду я пугать народ. Я сюда пришла за другой вещью. Моя третья концепция заключается в таком мрачном балеткоре. Эта тема очень сейчас популярна, и мне кажется, она может зайти. Люди ее начинают немножко понимать, и давайте я покажу, что я выбрала. Спасибо. Супер, держите, спасибо, пока. Здрасте. Так, у меня тут очередь на фото, я просто проиграю из-за того, что у меня не будет времени. Давайте. Выиграйте. Выигрываю? Точно? Конечно. Вот. Эта идея заключается в том, что это якобы балерина, вышедшая с тренировки, такой спортивный леотард. И мне кажется, может получиться очень даже интересный опыт. Доработаем это детали кружевом, и будет очень красиво. Супер, держите, спасибо, хорошего вам дня, пока. Все, вот теперь мне точно нужно ускоряться. Так, я знаю, что вот здесь есть нарядная. Удача, удача, друзья. Я так хотела одну деталь, не знала, где ее найти, и вуаля, она оказалась здесь. Не нужно стесняться заходить в бельевые магазины за одеждой. Она иногда здесь бывает и очень даже неплохая. Ого! А здесь вот что есть. Например, вот такое платье. Смотрите. Вполне себе черный лебедь. Интересно, а подъюбник убирается? О, вот еще что есть. Смотрите, а это комбинезон, да? Да. Вот, еще есть комбинезон для черного лебедя. А к вам не заходила сюда такая девочка темненькая? Не покупала ничего? К нам много заходит девочек, в том числе и темненькие. Она просила не рассказывать, да? С камеры приходила девочка? Нет. Спасибо большое. Смотрите, корсет. Можно к тому же комбинезону как-то украсить. Короче, корсеть всегда хорошая идея. Возьмем. Для черного лебедя есть черное платье с поясом в перьях. Для черного лебедя здесь есть вот такой комбинезон в перьях. Есть вот такое эффектное платье. Чем-то, кстати, напоминает платье-пачку. Нет? Если мы вот так юбку эту даже не отрежем, а просто внутреннюю задерем, то что будет? Ну вот, смотрите, какая прозрачная пачка. Вы меня видите? Я вас вижу. Кстати, если говорить про бархат, бархат тоже может быть считан как какой-то мрачный балет-кор. Мне нравится. Ну я решил брать это платье как вариант. И мне нравится у этого платья юбка, не нравится верх. Сейчас буду в панике искать черный объемный свитер, мягкий. Может быть, его на одно плечо сброшу. Может быть, свитер декорирую перьями от тех платьев из другого магазина. Буду проявлять фантазию. Но юбка выглядит очень богато, очень эффектно. Думаю, что голосующие эту юбку точно оценят. Самое главное, чтобы они не подумали, что у меня не черный лебедь, а черная вдова. Мне черный лебедь нужен. Да, мы закончили. Кто победил? Я победил. Кто круче роговой? Я круче рогова. Запомните это лицо, друзья. Возможно, вы будете видеть его часто. В соцсетях у Александра, Настейш Лав. Везде, везде, везде. Вон там, вот тут. Вы все меня узнаете. Но если эта выскочка выиграет... Если эта выскочка выиграет... То все. Я ухожу из профессии. С горем пополам шоппинг завершен. Я и моя соперница Рината Кравченко накупили просто гору вещей. У Ринаты есть несколько концепций. И осталось лишь определиться с выбором. У меня же хаотичный набор вещей и несколько эффектных аксессуаров из моего стилистического чемодана, на которые я и делаю ставку. И, кстати, буквально за несколько минут до окончания часа, отведенного на шопинг, я захватил в бельевом магазине шикарный прозрачный пеньюар. Возможно, его тоже интегрирую в образ своего черного лебедя. Кто круче Рогова? Прямо сейчас я и моя сегодняшняя соперница Задира Рината, ассистентка звездного стилиста Николая Овечкина, отправляемся в бьюти-зону, где нас уже ждут сегодняшние модели-близняшки Саша и Даша и эксперты красоты «Кто круче Рогова» Глаша Гурьянова и Артемий Исмяков. Сегодня за мою команду играет Артемий, а за команду Ринаты – Глаша. Нам нужно оперативно пробрифовать наших бьюти-специалистов, чтобы они приступили к своей работе. Напоминаю, у них будет всего час времени на реализацию наших бьюти-фантазий. Глаша, привет! Привет! Меня зовут Рината, и сегодня у нас задача сделать из этого прекрасного молодого птенчика черного лебедя. И что делать пока, я не знаю, потому что я даже с луком не до конца определился, но важный нюанс – я не хочу цитировать фильм с Натальей Портман «Черный лебедь», не делать вот эти черные глаза с белым. То есть мы вообще туда не идем. Хочется создать какой-то считываемый образ, драматичный, готичный, черные глаза точно, но не цитата фильма, не косплей. Слава богу! Я не знаю, что плохого в косплее, но один из образов, у меня прямая отсылка к одноименной героине, вот. И я, играя с такими фактурами, не хочу заигрываться сильно в театральный макияж. Берем волосы, у меня еще одна штучка, я сейчас секундочку, я там на складе нашел, мне кажется, может пригодиться. Вот, у меня есть такая сеточка, типа вуалетки. Давай попробуем вот так надеть. Вау, выглядит круто. Да, я бы сделал эту вуалетку-сеточку, под ней мне видятся черные глаза в любом случае, может быть, даже грязные, может быть, брови более острые, прям черным как будто бы прорисовать можно, да, в разлет. Я думаю, может быть, сделать прям красный рот, такой глянцевый, чтобы он сквозь эту сетку как будто бы проходил. Нет? Как раз-таки отличие, да, моды от косплея, вот именно неприятно, когда... Не хочется заигрывать. Да, чересчур. Но если мы сделаем вот эту всю историю и добавим на растяжку глосса, драмы, чуть-чуть будет супер. Да, мне тоже кажется, что это будет и немножко готично, и немножко театрально, и так в меру модно. И натянута. Да, и натянута. Единственную отсылку к балету я сделал бы за счет перьев по голове. Я там платье одно купил в перьях, перья я оторву, и мы перья будем использовать, как главный убор. И не приклеивать перья никуда, чтобы у нас брови сделали такую имитацию вот этого какого-то оперения. Глаж, хорошие референсы там были, там просто Ренат себя королевой референсов считает. Референсы норм? Норм. Нормально подобрала, да? Королева? Она супер. Само прокращённая. Ренат, ну ты главное, не забывай никогда в этой жизни, что ты супер. Это правда, я супер. И, возможно, сегодня я вырвусь. Нет, ты, может быть, и вырвешься, но ты не забывай о том, какое впечатление ты о себе оставишь. Я предлагаю встретиться в честном бою. А мы в нём и встретились. Увидимся на позднем. Просто за тоном следи. Хорошо. Мода победит. Косплей – это супер. Всё, за работу. Эксперты красоты Артемий Исмяков и Глаша Гурьянова приступают к преображению наших моделей-близняшек в модных чёрных лебедей. Я тем временем себя немного ругаю, что сорвался на Ренату и поддался на её очередную провокацию. Я очень надеюсь, что такое немного хамское поведение – это защитная маска, которую Рената по привычке надела, оказавшись в стрессовой ситуации. А наше соревнование – это вообще-то и правда настоящий стресс. И для меня, и для моих соперников. Но! Шоу, как говорится, must go on. Шоу продолжается. Глаша Гурьянова приступает к реализации референсов Ренаты и создаёт модный бьюти-косплей на один из образов из киноленты «Чёрный лебедь». Рисует акцентные рваные смоки с глоссом, создаёт размазанную обводку губ и делает всклокоченные брови. Артемий, в свою очередь, реализует мой концепт, который к косплею не имеет никакого отношения. Это будет фэшн-макияж с фарфоровой кожей, драматичными размазанными смоки и глянцевыми красными губами. Кто круче Рогова? Спустя час наши эксперты красоты завершили свою работу. И на ваших глазах наши модели Саша и Даша превратились в модных «Чёрных лебедей» по версии Александра Рогова и Ренаты Кравченко. Совсем скоро вы узнаете, чей образ победит в народном голосовании и докажет ли Рената, что она круче Рогова. Ты как? Саш, ну это был шок. Я четыре раза меняла образ. Я не знала, какой из них выбрать. Идея так и шла, знаешь, очень сложно было остановиться. Может быть, слишком много референсов? Может быть. Может быть, слишком много вариантов? Может быть. Но ты определилась. Да. Молодец. Рената, момент настал. Прямо сейчас посетители торгового центра определят, ты круче Рогова или нет. Они выберут лучшую, по своему мнению, работу стилиста, но до самого конца не будут знать, кто автор впечатлившего их образа. После голосования мы подсчитаем результаты и определим, кто же сегодня круче. Я или ты? Посетители ТЦ, вы готовы? Да. Я вам сейчас все объясню. Мы с Ренатой, стилистом, моей коллегой, сегодня выполняли одно общее задание на двоих. И задание звучало как? Черный лебедь. Итак, на ваших глазах два черных лебедя. Один стоит на розовом подиуме, другой стоит на голубом подиуме. Кто из нас какой образ собирал, мы рассказать не можем. И я хотел бы, чтобы прямо сейчас посетители ТЦ отдали свой голос. За модель на розовом подиуме или за модель на голубом подиуме? Если вы хотите проголосовать за модель на розовом подиуме, то в урну для голосования вы кладете розовую монету. Если вы хотите проголосовать за модель на голубом подиуме, то вы кладете в урну голубую монету. Все очень просто. Пожалуйста, проголосуйте сердцем именно за тот образ, который вам откликается, который вам, кажется, больше соответствует заданию. Мы с Ренатой очень старались. Главное выдохнуть сейчас. Мы сделали все, что могли. Задание выполнено. И мы ждем результат. Голосование запускается. Прячемся. И перед тем, как посетители ТЦ приступят к голосованию, я предлагаю рассмотреть получившиеся образы в деталях. Вам наверняка интересно. Черный лебедь на голубом подиуме одета. В платье комбинацию с кружевными деталями, высокие оперные перчатки из спандекса, ботильоны-носки с острым мысом и невесомый черный пеньюар. Фишками образа стали кружевной зонт, вуалетка и головной убор из срезанных с рукава трикотажного платья перьев. Макияж от Артемия Смякова делает образ максимально готичным и драматичным. Как мне было нужно? Черный лебедь на розовом подиуме облачена в платье с асимметричным декольте и декором из перьев марабу. В корсет надеты как баска, кружевные колготки и лаковые босоножки на тонких перепонках. Фишками образа стали трикотажные гетры, перчатки-митинки, ярусный чокер из нескольких ожерелий, а также низкий балетный пучок, украшенный лебяжьими перьями. Драматичный макияж от Глаши Гурьяновой идеально дополняет этот образ, как Рената и заказывала. Интересно, за какой лук отдадут свои голоса посетители ТЦ? И они не знают, кто из нас какой образ собирал. Задание было черный лебедь. Я голосую за модель на синем фоне, так как этот образ очень элегантный и сдержанный, и меня зацепили перья на голове. Я голосую за модель на розовом подиуме, потому что считаю, что наслоение аксессуаров на шее является очень актуальной. И также мне нравится сочетание байкерских перчаток с кружевными колготками. Я голосую за модель на голубом фоне, потому что это модель в более вытянутом, грациозном и спокойном образе, что больше соответствует заданию. Я голосую за модель на розовом подиуме, так как этот образ, по моему мнению, больше соответствует современным тенденциям. Я голосую за голубой подиум, потому что мне очень нравится динамика, которую добавляют вуали. Этот образ – сама элегантность, секс и круто, супер. Я голосую за модель на розовом подиуме, так как она выполняет задание «Черный лебедь». Это очень сексуально, изысканно, нежно, элегантно. Я бы сама так очень хотела одеться. И вот эта вуаль действительно напоминает какого-то плывающего лебедя. Задание было «Черный лебедь». И мне кажется, что образ Александра Рогова находится на седьмем подиуме. Но я пойду максимально смело и контркультурно и проголосую за розовый. Я голосую за модель на синим подиуме, потому что этот готический романтизм в образе меня просто покорил. Я хочу проголосовать за модель на голубом фоне, потому что мне безумно нравятся, как подобраны аксессуары, что сделало образ более интересным. Я голосую за модель на розовом фоне. Мне нравится, как поиграли с элементами, с деталями, с перьями и с корсетом образ драйвовой гордской девчонки. Кто круче Рогова? Мне страшно. Я очень взволнована. Голосование завершено. Прямо сейчас мы откроем урну для голосования. Пересчитаем монеты. И узнаем, ты круче Рогова или нет. Что говорят монетки? Монетки, что вы говорите? Круче Рогова. Ура! Может, не будем подсчитывать? Да не будем, конечно, Саш. Давай, расходимся. Итак, вы смотрели шоу «Кто круче Рогова?» Нет, нет, нет. Мы открываем урну и подсчитываем монеты. Но придется все равно посчитать. Давай. Ой, давай, держи вот так. Это фиаско, братан. Потрудитесь. Ой, страшно. Вытащить. Вот столько голосов за модель на синим подиуме. Вот столько голосов за модель на розовом подиуме. Мне кажется, можно не пересчитывать. Модель на голубом подиуме моя. Я выиграл! Ренат. Ты молодец. Ты что, говорит? Я молодец. Ренат, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Я хочу тебе сказать, что ты пришла сюда с амбициозным заявлением. И я считаю, что ты уже начала свою сольную карьеру сегодня. Я хочу, чтобы ты поняла, что ты достойный стилист. Я хочу, чтобы ты поняла, что у тебя все впереди. И нужно уже взять и сделать этот шаг. И пусть это шоу будет первым шагом. Я хочу, чтобы ты работала на себя. Спасибо. Ты знаешь, я за этот шопинг пережила огромное количество трансформаций. И самое главное, что я поняла, что у меня есть свой стиль. Понимаешь? И голос внутри, который у меня прислушиваюсь. Я считаю, что ты всем все доказала, кроме себя. И вот сегодня ты должна понять, что этот шаг сделан. Ты можешь работать на себя. Ты можешь быть полноценным стилистом и, наконец, не ассистентом. У тебя должны быть ассистенты. Да. Хорошо? Пусть так и будет. Спасибо тебе большое, что ты такая смелая, что ты пришла. Вы смотрели шоу «Кто круче Рогова?» И сегодня круче Рогова только Александр Рогов. Всем спасибо. Всем пока. Кто круче Рогова? Я хочу увидеть людей, которые голосовали за меня. Поднимите руки. Вы супер! Каждый из вас. Спасибо. Ренат, мне понравилось. Да, и мне понравилось. Мне понравилось. Было очень прикольно. Было прикольно. Ты подерзила мне, конечно, сегодня. Даже палку перегнула. Но ты не расстроился? Нет, я не расстроился. Я же тебя знал. Я тебя наблюдал. И мы где-то пересекались. Но мы как будто бы ни разу не общались. Не коммуницировали. Да, у нас не было коммуникации. Мне казалось, что ты такая мягкая, милая девочка. А ты, на самом деле, знаешь себе цену. Ты можешь дерзить. У тебя есть attitude. Я не знаю, хороший он или плох. Помогает он тебе в работе или нет. Я люблю, конечно, более мягкую позицию. Быть милым, быть няшей. Это, возможно, тоже моя проблема. Поэтому я бы тебе уже с точки зрения такой личной порекомендовал бы где-то, возможно, чуть-чуть сглаживать, чуть-чуть просесть и, возможно, чуть меньше дерзить. То, что когда ты на диване только со мной начала разговаривать, я подумала, ого, у этой девочки есть зубки, понимаешь? Чуть-чуть, как будто бы. Ты знаешь, возможно, я хочу найти свой голос во всем этом, но, возможно, я взяла слишком высокий тон. Да. Я попробую сбавить интонацию. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ладно, ты супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Итак, это было шоу «Кто круче Рогова». Пожалуйста, оставляйте комментарии. Как вам результат? За чей образ проголосовали бы вы? Подписывайтесь на Ренату в соцсетях. Так или иначе, на моем YouTube-канале вы ее увидите. И помните, нужно делать свое дело с любовью, им гореть. Я вижу, что ты горишь. Но пока это так, но это тоже хорошо. Это хороший начало. Это хороший начало. Это хороший начало. Смотри, вот здесь вот Рогов, а вот здесь уже я. Не тут. Ты уже вот здесь. А я говорила. Помнишь, на диване я сказала, что я все? Все. Всем спасибо. Ну, богато, богато. Поздравляю. Богатый выигрыш, да. Рада за тебя. Всем привет. Меня зовут Рената Кравченко. Я рада из Томска, но живу в Москве. Ты рада из Томска. Я рада из Томска. Да. Это очень сложно. Все, я поняла. Давайте сейчас спрячем. Давайте подводка. Дубль два. Сейчас снова такие же аплодисменты. Было шикарно. Давайте начали. Плохие аплодисменты. Давайте начали. Да. То, что мне нужно отсюда перья снять. Они отстегиваются, мы там пристегнем. Что, дорогие? Нет. Знакомься, это мои деньги. Арсен пересчитывает, сколько платьев я беру. Восемь штучек. Всего лишь восемь платьев. Так, ну что? Я забыла. Да? У меня упал звук. Извините. Вот. Ты обосралась только что. Звуком. Отпускай, отпускай. Я вот так. Сейчас, подожди, подожди. Мне нужно найти, да, куда его там за... А, у тебя тут. Давайте обнимашку сделаем. Господи. Здравствуйте, Яна. Очень приятно. Я Александр. Можно с вами слово слово? Давайте фото и пожелайте мне удачи, потому что я сейчас батлюсь. Я вам желаю удачи, вы обязательно выиграете. На самом деле я слегка слукавила Александру. И я хочу использовать оставшееся время, доработать еще несколько концепций и идей. Господи, я вас опять забыла. Правила рассказываем. Дубль первый. И потом второй дубль на общем плане еще раз записываем с этими же словами. Сейчас все делаем, как договорились. Готовы все? Да. Сейчас скажу начали и все аплодируют. Супер. Давайте начали. Ты как? Сейчас. У меня ухо выглянуло. Давай еще раз. Готовы? Была репетиция выхода. Начали. Начали.